К саммитам ШОС и БРИКС приведут в порядок и исторический центр Челябинска. Более сотни зданий будут иметь презентабельный вид и станут лучше, чем до 1917 года. Не помешают ли особняки купцов 19 века фешенебельным гостиницам и станут ли тоже украшением города, выяснил наш корреспондент Иван Лежнин. Он прогулялся по центру Челябинска с главным по охране памятников культуры. Строительство Конгресс-холла стартовало. Уже готова площадка, на ней работают техника и рабочие. И многие общественники, да и просто южноуральцы высказывают опасения, что строительство различных объектов к саммитам ШОС и БРИКС заслонят собой, ну или разрушат наш исторический центр города. Мы решили пройтись с экспертом по нашему историческому сердцу Челябинска и порассуждать, так ли это. Улица Свободы-6. Здесь находится насосная станция железной дороги. Это здание появилось во дворе фельдшера Василия Толстых. В 1892 году его передали под казенные нужды. Поставили там водокачку города и проложили трубопровод до станции Челябинск. По некоторым данным, водоподъемных зданий было два. Старое и новое. Первое не сохранилось. Второе стало объектом культурного наследия регионального значения, как часть истории железной дороги. В 2017 году. А недавно губернатор Борис Дубровский подписал постановление об установлении охранных зон этой территории. Соответственно, фактически, естественно, в соответствии с проектом перед объектом, что-то нельзя располагать, чтобы не нарушать его видимость. Есть еще здесь такое понятие, как зона регулирования застройки. Это где есть ограничения по высотности зданий. Там более строгая, там до 7 метров высота. Чем дальше от объекта, там самая высокая, до 11 метров. Ну, это фактически связано с градостроительным планированием и зонированием рядом с особыми территориями объекта культуры наследия. Соответственно, затеряться среди высоток памятникам архитектуры не дадут. Снести даже такие обветшалые с виду здания, как дом Белоусовых и дом Пчелиных, невозможно. В чьей бы собственности они не находились, можно только отреставрировать. И то под пристальным надзором. Сначала готовится проект на реставрацию, который согласуется в Госкомитете, проходит государственную историко-культурную экспертизу. После этого уже проводятся работы ремонтно-реставрационные. Обязательно это требование закона, организации, имеющие лицензию Министерства культуры Российской Федерации, дающие право на проведение таких работ. Проводятся проектантами в начале научные исследования. Используются для этого архивные материалы, старые сохранившиеся чертежи, фотографии данного здания. И оно должно быть восстановлено в том историческом облике, в каком оно было построено. А это улица Труда, 66. Дом купца Василия Первухина построен в 1873-74 годах. Впоследствии в нем жил Василий Колбин, почетный гражданин Челябинска, меценат. Создатель первой электростанции, городской телефонной сети, инициатор проекта электрического трамвая. А с апреля 1913 года здесь размещалась городская дума. С улицы выглядит как двухэтажка, но на самом деле в здании три этажа. И с последнего окна не выходят на проезжую часть, только во двор. В июне прошлого года, во время объезда исторической части города, Борис Дубровский увидел это здание разрушающимся и возмутился. Назвал памятник архитектуры бомжатником и потребовал реконструировать. Проект уже готов. Вид у него будет действительно такой, в архитектурном плане очень интересный. Здание даже вот сейчас оно украшает наш город. А если привести порядок, то тем более, конечно, будет украшать город. В планах, как мы все время обсуждали, с Министерством культуры, разместить здесь выставочные залы, где-то музейная экспозиция, то есть использовать данный объект именно как культурное учреждение. Обновленными исторические здания челябинцы увидят к 2020 году, прогуливаясь по набережной реки Миас. С нее будут открываться неповторимые виды. По одну сторону река, по другую фасады 19 и 18 веков. Во-первых, наши объекты федерального значения, пассаж Яушево, где-то красное здание, ну это, конечно, дворовой фасад, дом купцов Яушево, дом Жуковского. Естественно, значит, вот остались остатки набережной 19 века, тоже предполагается сохранить частью дом Колвина. Здание электростанции должно открыться, там, советские постройки. Такие вот виды не очень такого красивого. Они будут разбираться и, соответственно, убираться, и откроется вид на объекты культуры наследия. И таких объектов более сотни. Скептики утверждают, что времени недостаточно, осталось меньше двух лет. Но специалисты убеждают, задача не из легких, но это реальный шанс. Действительно, это возможность привести историческую часть города в надлежащее состояние. Причем, действительно, предусматривается и сохранение всех объектов, и проведение на всех фактических объектах ремонтно-реставрационных работ. Единственное, что, так как у нас объекты все находятся в разных формах собственности, где-то здесь будут привлекаться государственные средства, где-то частных инвесторов. Примеры на Южном Урале есть. Менее чем за год бизнесмены приводили в порядок настоящие развалины. Это гостиница купца Башкирова в Троицке и особня купцов Смирновых в Миасе. В самом Челябинске разрушенные по вине собственников здания тоже восстанавливали с нуля. По старинным фотографиям, сохранившимся проектом, другим документам. Так что технически успеть к 2020 году вполне реально. Иван Лежнина, Идар Насыров, ОТВ.